Читать лекцию о Чуйкове в Бишкеке, в Кыргызстане, с одной стороны, может показаться очень странным, потому что, наверное, нет никакого другого кыргызстанского художника, который был бы настолько известен всем. Наверное, нет такого человека, который хотя бы вообще не слышал в Кыргызстане. Наследие Чуйкова, оно как бы живо и востребовано различными молодыми художниками и авторами, переводится в разные формы. Но на самом деле, несмотря на такую, казалось бы, известность Чуйкова в массовой культуре, ну и, конечно же, о Чуйкове написано огромное количество искусствоведческих работ еще при жизни. Библиография о нем вообще, она на самом деле колоссальна, включает даже документальный биографический роман. Но вот это вот слово биографический, оно на самом деле тоже очень важное и ключевое, потому что большая часть того, что написано о Чуйкове, это такие монографические биографии. И вообще биография – это такой очень популярный жанр советского искусствоведения, когда художники, которые там живут 80 лет, 70 лет и так далее, пишется одна такая вот большая книга, в которой все его творчество рассматривается. И надо сказать, что фабулы, вот вернулась эта картинка, называется «Айгуль». Это вот работа бешкекских граффитистов из группы «Докса». Это вот такая вот, ну я думаю, что оригинал вы все прекрасно знаете, «Дочь советской Киргизии». Вот, такой вот есть Чуйков, Чуйков, Орхол и так далее, как бы это более поздние работы. В конце 50-х годов «Дочь Чибана» в Третьяковке она, в постоянной экспозиции. Так вот, фабула всех этих биографий, на самом деле не только о Чуйкове, а вообще в советском искусствоведении производившихся, она как бы практически одна и та же, с разными акцентами. Талант или гений художника находит, или иногда не находит, а подавляется, свое выражение в самобытной манере, несмотря на все внешние, стилевые, политические и другие причины. То есть, несмотря на какой-либо исторический контекст, то есть художник талантлив и гениален, он все равно как бы свою манеру найдет, эта манера как бы будет самобытной, прорвется через все как бы преграды. И тут мы находим такой парадокс, что несмотря на то, что вот эти биографии все настолько много внимания уделяют персоне художника, мы об этих художниках ничего не знаем. Вернее, мы знаем о них только как о производителях картин. Вот они пишут картины. Ни их социальный портрет, ни политические и любые другие убеждения, их взаимодействие с социальной средой, которая, собственно, и формирует эстетическую программу художника, и которая, соответственно, меняется в разные периоды жизни художника, а жизнь эта разворачивается, как и жизнь любого человека, в постоянно меняющихся социально-исторических условиях. Все это как бы опускается, мы видим вот такую константу, общий знаменатель, талант или гениальность художника, который себя всегда проявляет. Вот такая некая метафизическая категория. Но, конечно, трудно предположить, что творческие поиски, скажем, молодого человека из бедной, очень бедной семьи и провинциального уездного города в условиях революционного преобразования общества могут представлять или составлять единый такой континуум, непрерывную связь с творчеством художника-академика, пользующегося всеми благами советской номенклатуры периода позднего социализма, которым был Чуйков. То есть Чуйков ранний, Чуйков поздний, не может быть одним и тем же художником, в силу того, что условия его жизни, взгляды и так далее кардинально и радикально меняются. Понятно, что сегодня этот биографический такой подход, он в каком-то там серьезном академическом искусствознании, как бы ему, наверное, уже места нет, но в популярном как бы таком вот представлении о художнике-гене, конечно же, он доминирует. Сегодня, наверное, трудно представить, что кто-то серьезно будет писать какую-то монографическую книгу о художнике. Скорее как бы идет другой подход, проблемный, я о нем скажу. Другой способ говорить о художниках – это такой формальный метод, формальный подход, когда в центре ставится как бы только само художественное произведение, картина, тоже вне окружающего ее исторического контекста. И тут как бы ранние работы Чуйкова, они всегда интерпретируются как ученические, всегда указывается на то, что не владел там он еще композицией, ну и Чуйкова, Айтиева, других художников этого времени, неуверенный рисунок. Но и вот я тут еще обратил внимание, что в последнее время появилась такая интерпретация или тенденция называть это искусство наивным или примитивным. Вот даже на сайте музея выставки есть эти формулировки. Вот, и это как бы совсем меня, если честно, как бы беспокоит, потому что такие интерпретации, они как бы больше сообщают об интерпретаторах, можно так сказать, чем о художнике. Потому что, безусловно, к наивному искусству это отнести нельзя, я это попытаюсь очень убедительно показать. Тут как бы интерпретаторы либо не владеют позитивной информацией, то есть не знакомы с текстами самих художников и контекстом, в котором они работают, либо эти факты намеренно игнорируются, чтобы поддержать выбранную интерпретацию. То есть, исходя из всего этого, как бы становится понятным, что несмотря на такую популярность, известность Чуйкова, знакомство с его работами и большое количество текстов о нем, в общем-то, его ранний период нам практически во всех его деталях и сложностях он как бы остается неизвестным. То есть, он либо ученический путь к зрелости и так далее, и на этом как бы все. Я бы как раз хотел предложить другое, я бы назвал его социально-исторический подход, или культурологический, или культуральный, как бы кому как нравится, к исследованию визуальной культуры, которая отказывается как от биографического подхода, в пользу тематического или проблематизирующего, потому что если мы говорим о тех темах, этот подход интересует не жизненная история художника, а темы его работы и проблемы, к которым он обращается, они могут быть разными в течение жизни, так и от внеисторичного формального прочтения работ, внимание уделяется социальному историческому контексту, определяющему в том числе формальные характеристики работ, как понимались те или иные визуальные решения в период создания работы, почему и в силу каких обстоятельств художниками принимались те или иные решения, то есть почему художник писал так, а не по-другому, почему он принимал такое визуальное решение, а не другое. У этого всегда есть определенное объяснение, которое можно подчеркнуть в контексте, в котором художник работал, в его собственных рефлексиях, в его собственных текстах и так далее. И что означали в тот исторический момент эти визуальные решения, что за ними стояло, и каково их было политическое и эстетическое значение тогда, и каково их политическое и эстетическое значение сегодня. Такой подход не дает возможности давать обобщающую характеристику всему творчеству художника на протяжении всей его жизни. Наоборот, это дифференцирующий подход, ищущий не сходств и непреемственности в творчестве художника, а наоборот, различий и разрывов. Этот подход позволяет говорить о раннем творчестве Чайкова как антиколониальным, в то время как его позднее творчество, когда он жил в Москве, был оторван от местной жизни, и как Гоген на Таити приезжал в Кыргызстан за вдохновением и сюжетами, изображая природу и жизнь в романтизированных, экзотизирующих и эссенциалистских тонах, можно вполне охарактеризовать как колониальные, ну, в кавычках, скажем так. И эта характеристика не призвана указать на лицемерие художника, предательство идеалов молодости, и тут вообще нет никакой моральной оценки. Это историзирующий подход, который подтверждает важный тезис Маркса, вот не могу себя отказать в том, чтобы его процитировать, «Человек есть сумма общественных отношений». Прояснение общественных отношений и их влияние на искусство художника в конкретный исторический период дает нам возможность составить сложную, комплексную интерпретацию его творчества. С иными словами, нужно внимательно относиться к тому историческому контексту, в котором художник работает, как он с ним взаимодействует, и проявление этого контекста, мы увидим его в работах, и в то же время его работы будут частью этого контекста и акторами этого контекста, то есть влиять на него. Тут я сразу хочу озвучить свой тезис своего выступления, который будет звучать так. Выставка 1936 года, посвященная восстанию 1916 года, была главным художественным и кураторским проектом Чуйкова 20-30-х годов, в котором он реализовал эстетические и политические установки своего раннего творчества. То есть это главный проект Чуйкова, и в этом смысле абсолютно закономерный. То есть когда впервые я общался с какими-то людьми, искусствоведами, когда люди впервые узнают об этой выставке в контексте восстания, все удивляются, что такая выставка была возможна, потому что есть такое представление, что тема восстания постоянно замалчивалась, и вдруг тут такая масштабная выставка, такие откровенные работы, как это было возможно, всегда вызывает удивление. Я бы хотел прояснить, что рассеять это удивление, эта выставка была закономерна, она была закономерна как для контекста Кыргызстана 30-х годов, так, что нас будет интересовать в большей степени, для творчества самого Чуйкова. Это фактически его пик всех его устремлений начала 20-30-х годов. Заявляя Чуйкова как антиколониального художника, я, конечно, даю его творчеству некое политическое измерение. Тут я бы хотел оговориться, что я не пытаюсь представить Чуйкова как политического художника, или как художника, который делал политическое искусство, которое очень часто мы понимаем как пропаганду, выполнение идеологического заказа и так далее. Тут скорее уместно вспомнить формулировку Гадара, сам Чуйков и другие художники этого времени так, скорее всего, не осмысливали, но мы ретроспективно можем, наверное, это сделать. Гадар говорил, главное снимать не политическое кино, а снимать кино политически. То есть снимать кино, которое имеет политическое значение. И в этом смысле все мысли и творческие поиски Чуйкова в 20-30-х годах были связаны с разрешением проблемы «Как делать искусство политически». И антиколониальная проблематика входила в представление о политическом того времени. И в выставке 1936 года ему в полной мере удалось этот проект «Делание искусства политически» реализовать, и я попытаюсь это убедительно продемонстрировать. Я, конечно, понимаю, что моя интерпретация может, вот, я уже сам обозначил некое такое полемическое поле, что есть разные интерпретации, поэтому я с большой радостью как бы отвечу на вопросы, выслушаю какую-то критику, предложение. То есть интересно было бы, чтобы у этого была какая-то дискуссия. Итак, чтобы рассказать о том, каким образом эта выставка 1936 года, часть которой мы посмотрим, потому что это очень, на самом деле, небольшую часть, 16 работ исторической выставки, но тем не менее. Чтобы прояснить то, каким образом она реализовывала представление Чуйкова о «Делании искусства политически», нужно, в общем-то, эти представления описать. И источником будет его практика с 1927 где-то по 1930 год. Это будет первая часть лекции, вторая, соответственно, будет рассказом об этой выставке. То есть тут я тоже хочу сказать, что не то чтобы я, эта работа как бы по переосмыслению, она не то чтобы всегда сводится к поиску каких-то фактов, вот каких-то пыльных архивов, которые никому не были известны. На самом деле большинство фактов, которые я буду озвучивать, они, в общем-то, известны. В том смысле, что литература о Чуйкове и искусствоведческой, они есть. Вопрос в том, как мы их интерпретируем, выставляем акценты, что мы считаем важным, а что мы в силу обстоятельств тех парадигматических, условно говоря, лимитов, которые мы выбираем, отсекаем. И я расскажу о Чуйкове периода общества «Рост», организатором которого он был в Москве. Тут я попытаюсь рассказать все, что я об этом смог найти. Мало об этом написано. О Чуйкове как о теоретике, как об авторе текста, посвященного станковой живописи, ее переинтерпретации в этот постреволюционный период, который был опубликован в 1930 году. И о Чуйкове как о художнике. То есть о Чуйкове, вернее, как о живописце, потому что в понятии художника тогда как бы делание картин, написание текстов, организация выставок, это все ходило в понимание художника и никак не различалось. Итак, начнем с роста. В 1921 году Чуйков переезжает из Ташкента в Москву, где поступает во Футимас в мастерскую Фалька. Параллельно учится на РАПФАКе, чтобы получить статус среднего образования, потому что он среднего образования получить не успел. Просто для информации, был из очень бедной семьи, родители были разведены. Жил между Пишпеком и Верным, то есть Пишкеком Алматы сегодня. Учится там до 1924 года в мастерской, как сказал Роберта Фалька. Но после окончания учебы продолжает работать в мастерской своего учителя до 1928 года. В 1927 году вместе с Надеждой Кашиной и Львом Зевиным организуют художественное общество «Рост». Это было популярное такое название «Рост», как бы все растет. Вот и художественное общество тоже так назвали. Которое, кроме трех организаторов, Кашина тоже потом работала в Средней Азии в Узбекистане, объединяет около 70 выпускников в Хутимаса, в Хутеина, учеников Фалька, Шевченко, Чернышева, Фаворского, Митурича. То есть таких как бы более формально ориентированных мастеров. Чуйков участвует в написании декларации «Роста», которая, однако, так и не была принята ввиду своей уж совсем радикальности. В проекте декларации критиковался интимный психологизм и звучал призыв будировать классовое чувство и сознание. И что особенно важно для нас впоследствии, художникам вменялось осуществлять искомый метод только в процессе работы над социальными заданиями. Ключевой концепцией художественной программы «Роста» стала их специфическая выставочная практика. Они были первыми, кто организовал художественную выставку в рабочем клубе. Вот это звучит как бы так сегодня банально, что значит выставки можно делать где угодно. Но вот для Москвы 1928 года это стало важным событием. До этого выставки в рабочих клубах не проводились. И для них это был как бы программный аспект. Они выбрали его и в декларации заявляли. Общество проводит свою выставочную работу через клубы, передвигая выставку из одного района в другой, тем самым конкретно осуществляя лозунг «Искусство в масса». Первая выставка общества прошла в 1928 году в клубе Кухмистерова. И имела по тем временам тоже колоссальный зрительский успех. Ежедневно выставку посещало от двух до четырех тысяч человек. То есть, что показывает, что в центр Москвы в такие таблированные выставочные залы рабочие не ходили, аудиторию выставок не совершали. И тут, оказавшись в такой доступности, вызвало большой резонанс. Но на этом экспериментаторство не оканчивается. Помимо выставки в рабочем клубе, ростовцы использовали еще один инновационный радикальный прием. Их выставка была интерактивной. Среди зрителей распространялась анкета. А вот, кстати, это пригласительный билет на выставку. Зачитаемый общество «Художественник в Рост» просит вас посетить первую выставку художественных произведений в клубе Кухмистерова. И, организуя свою выставку, в рабочем клубе общество рассчитывает не только осуществить лозунг «Искусство в массы» показом своих работ, но и организованно, проводя исследовательскую работу, максимально выявить отношение трудового зрителя к выставленным работам как по содержанию, так и по форме. «Общество полагает, что живое общение художников с зрителем и последующая разработка массовых отзывов о выставке дадут возможность обществу вести свою дальнейшую работу на основе конкретных запросов и в соответствии с требованиями современности». Понятно, что художники этого общества были, в общем-то, сегодня мы могли назвать их актуальными художниками, современными, то есть стремящимися быть на острие того, что происходит. Как они выясняли эти эстетические вкусы? Мы распространяли анкету и просили рабочих оценить работы, дать им рекомендации. Ну и вообще этот эксперимент отражал один из важнейших императивов тогдашней эстетической дискуссии. Вообще важность дискуссии, важность обсуждения и вовлеченного взаимодействия с искусством. Зритель не воспринимался как пассивный созерцатель, потребитель искусства, а должен был быть активным участником художественного процесса, включаясь в него посредством подобных интерактивных средств. Дискуссии, заполнение анкет с фидбэком и так далее. Это практиковалось, то есть опять в искусстве это вызвало такую реакцию, но на самом деле в театре, в театре Мирхольда это была обычная практика, зрителям раздавались анкеты, потом эти анкеты зачитывались. То есть зритель не должен был быть просто как бы пассивным наблюдателем, он должен был быть активным участником, и одним из средств была эта дискуссия. Ну вот анкета роста в пересказе исследовательницы Ольги Ройтенберг содержало следующие вопросы. Понравились ли вам картины по форме или содержанию? Какими картинами вы бы украсили свою комнату? Что бы вы хотели видеть? Природу, труд и жизнь рабочих, быт крестьян, исторические события, деятели революции, техническое строительство, заграничную жизнь, жизнь буржуазии или обнаженного человека. Опросники заполнили около четырех тысяч человек. Сегодня никакой художественный проект вообще не может с этим соревноваться. Не только в Кыргызстане, вообще мало где. Из которых, как это выяснилось, 75% были на художественной выставке впервые. Впервые посетили выставку. Но на этом, однако, социологическое экспериментирование ростовцев опять-таки не закончилось. Вместе с картинами, скульптурами они выставили в витрине поделки, купленной на рынке в Москве. И просили зрителей сделать выбор между этими предметами мещанского быта и представленными произведениями искусства. То есть такое критическое выставление, тоже это была выставочная практика того времени, когда картины, которые критиковались, они брались на выставку, вешались. Был такой принцип «белая-черная стена». То есть на черной стене вешали картины, которые нужно критиковать, не соглашаться, буржуазное искусство. Не серьезное искусство, но оно все равно имело место быть, и люди должны были на это реагировать. Тут был применен похожий прием, были выставлены какие-то подделки и так далее. Но, как Ройтенверт пишет, что этот рынок победил популярными ответами на вопрос о том, какое искусство хотели бы видеть рабочие, были изображения здорового человеческого тела. Подобные результаты, впрочем, не охладили пыл молодых художников и художниц из роста. И вторая выставка их через год также состоялась в рабочем клубе. То есть в своей практике работы в клубах они оставались верны. На этой выставке своей главной художественно-концептуальной задачей Ростовцы видели искание путей и форм ведущих к тематической картине. И Чуйков написал предисловие к каталогу этой выставки. То есть Чуйков был и организатором, и идеологом, и активным участником этого процесса. Чуйков, значит, что он думал о тематической картине? Он думал, что путь к ней представлялся ему как диалектически сложная задача. Так как необходимо было, с одной стороны, преодолеть протокольность и натуралистичность художественного языка, а с другой отказаться от слепого следования достижениям буржуазной культуры, отнюдь не приберегая разработкой проблем художественной формы. То есть нужно было как-то не ударяться в натурализм, с другой стороны, не ударяться в формализм, но так, чтобы и форма не страдала, и содержание было важным. В общем, сложный был вызов. И этот вопрос, который фульм рулил Чуйков, опять-таки был важным вопросом вообще для дискуссии о пролетарском искусстве того времени. Художественная практика Роста не осталась без внимания критики. То есть почему мы еще обо всем об этом знаем, потому что об этом писалось. И самый положительный отзыв ростовцы получили от критиков из Комакадемии, Коммунистической Академии отдела искусства и литературы, близких к художественному объединению «Октябрь». В обзорной статье «Основные моменты в развитии советской живописи», вышедшей в 1929 году, отмечалось, когда впервые в начале 1928 года Обществом Рос была устроена выставка в рабочем клубе, это казалось большим новшеством. Но это новшество стало постепенно прививаться, и осенью 1928 года уже целый ряд выставок был проведен именно в рабочих клубах. То есть это действительно было новшеством, это новшество было отмечено. Чуйков и другие обратили на себя внимание самых маститых критиков. Практика роста очень наглядно демонстрирует, что понималось под императивом делать искусство политически. Ну или, во всяком случае, начинает нам показывать, что под этим понималось. В конце 20-х картины ростовцев были далеки от политической пропаганды или даже от откровенно ангажированных сюжетов. Однако организация выставки в рабочем клубе, попытка вовлечь зрителей в активное обсуждение искусства и тем самым повлиять на их вкусы, все это придавало художественной деятельности политическое измерение. Делать искусство политически означало проблематизировать социальную функцию искусства в социалистическом обществе, которая отличалась, или должна была отличаться, от социальной роли искусства в обществе буржуазном. А именно искусство не объект для мещанского пассивного потребления и наслаждения, а средство организации социальной действительности, формы рефлексии и анализа. Свою политическую задачу художники видели в том, чтобы быть активными агентами культурной революции, которая как раз получила в этот период свое второе дыхание на фоне сворачивания НЭПа, первой пятилетки и начала коллективизации. Подобный тип актуальной художественной субъективности даже имел свое название в то время. Назывался художник-общественник. Это термин того времени, подчеркивающий смычку между эстетическими и политическими задачами, стоящими перед культурными работниками. Ростовцев и Чайкова, в частности, можно смело назвать художниками-общественниками. Более того, собственно, из роста выделилось отдельное общество, так и называлось, общество художественников-общественников, ОХО, которое составляли в основном ученики Фалька. Однако деятельность роста находила у критики не только восторженные и положительные отзывы, как в случае с авангардно настроенными теоретиками октября, но и более сдержанные, отстраненные, а также достаточно критичные и негативные. Влиятельный театральный и художественный критик Абрамов Рост так отозвался о второй выставке Ростом. Ростовцы ищут действительно живописи, действительно рисунка. В то же время они стараются, чтобы их темы не были чужды общественной значительности. Но это второе они ставят в зависимость от первого. Они предпочитают мириться с бессюжетностью или со снижением темы, нежели с потерей пластической формы. То есть форма для них была важна. И тут важная характеристика, нам она пригодится. И в этом их отличие от молодежи. Ахар, это другая группировка, о ней буду говорить, у которой сюжет всегда сильнее умения. То есть для Ростовцев все-таки формальные задачи так или иначе были важны. И вот уже следующая рецензия видит в этом большую проблему. О критике Сарагинской, которая была близка этой Ассоциации художников революции, так пишет о Росте. История Рост лишний раз доказывает, на какие мыторства обречены молодые художники, прошедшие формалистскую школу, если они пытаются отойти от своих учителей и ставить перед собой сколько-нибудь значимые задания. То есть вот эта их формалистская подготовка в представлении Рогинской не давала им уже возможности каким-то образом стать социально значимыми художниками. Ну вот некоторые работы, которые были на выставке, к сожалению, я вообще как бы активной такой участницей всей этой художественной жизни, тоже очень показательно, была Евгения Малейна, жена Чуйкова, которая уже в последующие годы так активно не работала, будучи женой. Ну вот это ее работа «Узбечки за работой», не нашел в цвете. И вот вызвавшее тогда внимание, привлекшее, вернее, внимание критиков работы Чуйкова, собрание в ауле тоже в цвете не нашел, не знаю, где она. Музея нету, да. О ней еще будет сказано. Вообще этот разброс критических суждений о росте демонстрирует то, насколько разнообразной и полемичной была художественная среда в конце 20-х. То есть во всех этих биографиях Чуйкова пишут, ну да, вот он участвовал в полемической дискуссии, в разных группировках, это было типично для всех художников. То есть делается такое обобщение, все как бы в чем-то участвовали, в общем, на этом все. Тем самым, как бы, кто не углубляется в то, какие противоречивые, разные, сложные были эти дискуссии, и была эта полемика. В то время, как художники постоянно были перед необходимостью делать эстетический и политический выбор, какой из соперничающих платформ пролетарского искусства присоединяться, какие позиции развивать и отстаивать. Это все довольно далеко от представления об однообразности советского искусства, во-первых, а также от представления о художниках как наивных исполнителях партийной воли. Участие Чуйкова в крайне напряженной и полемичной художественной жизни не ограничивалось деятельностью в росте. Чуйков выступал и в качестве теоретика, идеолога нового искусства. Но прежде чем перейти к этому аспекту его творчества, я все же кратко обозначу общие контуры той полемики о пролетарском реализме, которая разворачивалась в советском искусстве в 20-х годах и активным участником которой Чуйков тоже был. Дискуссии о пролетарском искусстве, такие краткие характеристики группировок, которые я упоминал, «Октябрь и Ахар», к которым Чуйков был близок одновременно. И кто, и кто, и хотя они были соперничающими. Собственно, до известного постановления 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций, положившая начало созданию централизованных профессиональных союзов писателей, художников и так далее, партийная политика в области искусства характеризовалась невмешательством. Как замечает Троцкий, область искусства не такая, где партия призвана командовать. Партия, по его мнению, может и должна оказывать условный кредит доверия разным художественным группировкам, искренно стремящимся ближе подойти к революции, чтобы помочь ее художественному оформлению. И в партийном постановлении 1925 года о политике партии в области художественной литературы подтверждается эта описанная выше Троцким позиция. Партия не отдает предпочтения, не покровительствует какой-либо одной художественной группировке. В то же время партия должна помочь пролетарским писателям и художникам заработать себе историческое право на гегемонию. Вопрос, стоявший на повестке, сводился к следующему. То есть должна помочь пролетарским писателям и художникам, то есть пролетарскому искусству, получить право на гегемонию. Но вопрос сводился к следующему. А что считать пролетарским искусством или пролетарской литературой? Политические и эстетические идентичности различных группировок и объединений выкристаллизовывались именно в отношении к этому вопросу. То есть каждое из объединений выдвигало свою концепцию пролетарского искусства и пыталось навязать эту концепцию в качестве универсальной всем. При этом государство и партия субсидировали деятельность всех этих соперничных группировок, не отдавая никакой из них предпочтения. То есть они могли высказывать свои позиции, использовать разные средства, но государство сохраняло нейтралитет до 1932 года. В изобразительном искусстве пик этого соперничества приходится как раз на 1928-1932 год, на годы так называемой культурной революции, то есть на время первого пятилетнего плана индустриализации, начала кампании коллективизации. В западной историографии этот период получил название культурной революции. Он характеризуется новым всплеском политизации и массовой революционной мобилизации после сворачивания НЭПа, возвращением активной классовой риторики в публичную сферу и попыткой революционного пересмысления всех общественных сфер. Искусство не оставалось в стороне. В числе наиболее ярких и заметных художественных группировок того времени были уже упоминавшиеся мной художественные объединения «Октябрь» и «Ассоциация художников революции Ахар». «Октябрь» был образован в 1928 году, позиционировал себя как продолжатель авангардистских движений первой половины 1920-х годов, производственников, лефов и конструктивистов, которые к концу десятилетия прекратили какую-либо институциональную активность. «Октябрь» от других группировок к того времени отличал почти исключительно звездный состав. В декларацию объединения в 1928 году подписали Сергей Инзейштейн, Александр Роченко, Эль Лисицкий, архитекторы-конструктивисты Ганн и Моисей Гинсбург, а также, например, мексиканский муралист Диего Ривера. В числе подписантов был известный живописец Александр Дейнека. Теоретиками группы были Павел Новицкий, немец Альфред Курелла, венгер Иван Маца, то есть «Октябрь», членом которого также был еще один венгер, художник-график и монументалист Белла Уитц, был не только авангардным, но и интернационалистским объединением. Ассоциация художников революции имеет более продолжительную институциональную историю. Ассоциация была образована в 1922 году и носила название «Ассоциация художников революционной России» – «Ахр» с двумя «р» на конце. «Ахр» была одним из главных оппонентов – производственников, конструктивистов, лефа, так как эстетически и политически ориентировалась на русское реалистическое искусство, традиции передвижников и общество мироискусства. В первой половине 20-х главным спонсором «Ахр» была Красная Армия, при поддержке которой ассоциация организовывала масштабные выставки вроде «Жизнь и быть народов СССР» в 1926 году, на которых представлялись реалистические, в данном смысле миметические, и этнографические картины. Однако в том же 1928 году, или даже, вернее, ранее, до образования октября, «Ахр» переживает серьезную политическую и эстетическую трансформацию. На первом съезде ассоциаций передвижников и мироискусников из руководства ассоциации вытесняют молодые и более радикальные художники из молодежного крыла, называвшейся «Омахр» – отделение общества молодежи Ассоциации художников революции. Меняется название, от 2-го «Р» в конце отказывается, превращается в «Ахр» – ассоциация художников революции, подчеркивающая интернационалистскую ориентированность обновленного объединения, не ограничиванного уже Россией. А уже с 1929 года эстетическая программа «Ахр» перестает быть ориентирована исключительно на станковую живопись и объявляется станково-производственной. То есть задачи дизайна, архитектуры и так далее считаются в ассоциации важными. «Ахр» не могла похвастаться таким же звездным составом, как «Октябрь», но обладала гораздо более сильными институциональными позициями и была самой массовой художественной организацией в Советском Союзе, в то время как «Октябрь» был скорее свободным объединением единомышленников, но очень влиятельных и известных. У «Ахр» было 40 филиалов по всей стране, включая Украину, Грузию и Узбекистан. И с 1929 года начинает выходить журнал «Ассоциации искусства в массы». С 1931 года называется «Анталитарское искусство». Кстати, этот журнал, хочу сказать, что наше увлечение началось с того, как мы нашли подписку этих журналов в библиотеке музея здесь, которые принадлежали, как мы выяснили, по надписям «Образцову». То есть «Образцов» выписывал во «Фрунзе» журнал «Искусство массы», практически все номера там есть, что тоже доказывает, что у «Образцова», у его учеников, Айтиева, Келбекова, соответственно, были какие-то определенные политические, эстетические предпочтения и взгляды. Они делали выбор, то есть они выписывали журнал «Ахр», а не какие-то другие публикации. И это очень важно, это и есть тот самый контекст, который необходимо изучать. Вот, «Октябрь» же за все время своего существования смог подготовить только две выставки и выпустить одну публикацию, вот такую коллективную. «Изофронт» она называется, редкая книжка, и эти журналы «Искусство массы» они очень редкие, мы вот с музеем их смогли найти, как бы оцифровать они доступны. «Изофронт» найти даже в библиотеках центральных сложно. Ну вот так выглядят документы «Октября», которые опубликованы. Там открытое письмо молодого «Октября» центральному президиуму Омахар. То есть дискуссия как бы между ними была постоянной. «Октябрь» и «Октябрь» в искусствоведческой литературе представляются как непримиримые враги. Причем «Октябрь» видится как более прогрессивная, авангардная и свободная группировка, а «Октябрь» как ретрограды-реаристы. Часто вот так вот все рисуется. При том, что отношения этих двух группировок были крайне полемичными, действительно, как мы видим, воспринимать их как непримиримых врагов было бы большим искажением действительности. И фигура Чуйкова, участвовавшего в выставках «Октября» и публиковавшегося в журнале «Ахар», собственно, демонстрирует то, насколько близки или насколько могли быть близкими их позиции, а в каких-то моментах неразличимыми. В общем и целом, обе группировки, можно назвать как бы левым фронтом советского искусства, обе группировки стояли на четких классовых позициях, во-первых, полагая, что субъектом искусства должен быть только пролетариат. Лозунгом «Ахар» было «Искусство в массы», «Октября» — «Искусство масс». «Ахар» считала, что просвещение и популяризация и включение пролетариата в художественную жизнь — первоочередная задача текущего момента. В октябре полагали, что пролетарское искусство уже сейчас может стать массовым и должно порвать с любым буржуазным наследием. Обе группировки сходились на том, что искусство пролетариата — это реализм. То есть формализм, реализм — такого спора уже в конце 20-х годов не было. Или абстракция — фигуративное изображение. Но под реализмом понималось не миметическое подражательное искусство, а это называлось натурализмом. А искусство, имеющее отношение к реальности, являющееся частью реальности и тем, что в состоянии ее изменить. Под реализмом понималась все та же авангардная футуристическая установка искусства в жизни. Это хорошо сформулировала, на мой взгляд, Екатерина Деготь, заметив, что представление о том, что искусство — не как система форма, как определенный род деятельности в принципе закончилось вместе с буржуазным миром и что необходимо перенести его в некую иную плоскость, было всеобщим. И далее. Этот конец искусства, чем дальше, тем больше начинает обозначаться словом «реализм», выступающим как антитеза понятия искусства. Реализм должен был сменить футуризм, поскольку после революции 1917 года будущее стало реальностью. То есть то, о чем мечтали реалисты, стало реальностью, и с этим нужно было иметь дело. Чтобы дать представление о том, как понимался этот реализм самими художниками, вот цитата из Декларации Октября. «Мы признаем и будем строить пролетарский реализм, выражающий волю действующего революционного класса, реализм динамический, показывающий жизнь в движении, в действии, планово раскрывающий перспективы жизни, реализм, делающий вещи, рационально перестраивающий старый быт, действующий всеми средствами искусства, в гуще борьбы и строительства». И все-таки был один вопрос, по которому позиции Октября и Ахра кардинально расходились. И этот вопрос был центральным, не единственным, но центральным в их полемике. Это вопрос о месте традиционных форм и медиумов в проекте пролетарского искусства, который чаще всего сводился к вопросу, собственно, о станковой картине и о живописи на холсте. Есть ли место картине в пролетарском искусстве? Так могло бы звучать. Это же, конечно, совсем нетривиальный вопрос, как может показаться. Живопись в иерархии художественных форм всегда была на вершине, зачастую превращаясь в метониме искусства, то есть в то, что его представляет. Говорим об искусстве и имеем в виду живопись. И эта доминирующая позиция живописи в мировом искусстве была поколеблена только в 60-е годы в связи с развитием концептуального проекта в искусстве. Тут можно вспомнить культовый текст американского художника-концептуалиста Джозефа Кашута «Искусство после философии», который предложил другой способ говорить об искусстве. Но в советском искусстве, что примечательно, этот вопрос активно обсуждался уже в 20-30-е, то есть задолго до западного контекста, за 40 лет. И спектр мнений по этому вопросу был очень широк. От собственного ориентирования на станковую картину как образец искусства в случае старой гвардии передвижнической и Захар до инструментализации подчинению картины идеологическим и политическим задачам. Для таких целей нужна была тематическая картина. Этой позиции придерживались молодые левые художники. Внутри Ахар на этих позициях стояли ростовцы, включая Чуйкова, который видел в тематической картине важное средство воспитания зрителя на тот момент. В октябре по этому поводу... Нет, еще рано. Было больше мнений, и они были более радикальны. В октябре придерживались более радикальных позиций. Но все-таки не было одной. То есть было много, ну, несколько мнений, которые я сейчас кратко обозначу. Самыми непримиримыми противниками живописи были Александр Родченко и близкие к октябрю теоретики Сергей Третьяков и Борис Орватов. По их мнению, живопись вообще не имела права на существование в пролетарском искусстве. Никакая. А ни картина, ни фреска, вообще живописи места не было. Тут интересные воспоминания американского искусствоведа, первого директора Нью-Йоркского Музея современного искусства Момы Альфреда Бара, который приезжает в Москву в 1927-1928 годах и долго пытается найти современную живопись. Ориентируясь на известные знаковые на Западе имена, он встречается с Родченко, с Третьяковым. А то есть живописцев он не знает. Знает как бы вот эти фигуры, которые популярны на Западе. Но те демонстративно отказываются говорить с ним о живописи. Вот как бы, как он вспоминает в своем дневнике общение с Третьяковым. Когда я спросил про Малевича, Певзнера или Альфмана, он был совершенно не заинтересован. Они были абстрактными художниками, а он был реальным. Его больше интересовал Родченко, который оставил супрематизм ради фотографий. То есть вот такой фотография, дизайн, архитектура, кино должны полностью вытеснить устаревший кустарный способ делать искусство живописным. Ну не оставляя попыток, закончу про Бара, не оставляя попыток все же найти живописцев, он позже благодаря Диего Ривери, который тоже в это время был в Москве, все-таки их находит во Вхутиине, где знакомиться с Фальком, Штеренбергом и так далее. Что было удовлетворено. То есть опять-таки советское искусство в этом смысле в каких-то позициях было гораздо более прогрессивнее западного. То есть западный американский искусствовед ищет живопись, в то время как позиции живописи очень сильно обсуждается и достаточно маргинализировано. Ривера тоже был членом октября, и его, пусть и короткое и в чем-то скандальное пребывание в Москве в 27-28 годах оказало влияние на художественную среду и полемику вокруг пролетарского искусства. Мы об этом говорили на прошлой лекции, не буду тут подробно останавливаться. Просто скажу, что Ривера был адвокатом фрески, но был непримиримым противником картины. То есть картин в пролетарском искусстве, по его мнению, быть не должно. То есть если те вообще никакой живописи, фрески тоже. Этот нет картине, картина буржуазна, мещанская, рассчитана на индивидуальное потребление, делается индивидуальным мастером, места и нет. А вот фреска, она коллективная, она массовая, она масштабная. Фреска должна стать пролетарским искусством. Была такая позиция. И очень влиятельная, я цитировал Маяковского, который называл его фрески первыми коммунистическими фресками в мире. И так далее. И еще одну позицию по станковой картине «Внутри октября» представлял один из теоретиков объединения Иван Маца. Вот фотографию. Спасибо за фотографию нашей подруги-коллеги Анжелине Лученти. Я про эту позицию тоже отчасти говорил. Ее можно обозначить как фреска, как живописный канон. То есть процитирую Мацу. «Не менее важным сдвиг мы имеем и в отходе ряда художников от станковой живописи к монументальным формам. Стремление найти такие формы искусства, которые обслуживали бы наиболее совершенно запросы коллектива трудящихся и позволили бы увязать живопись с архитектурой, приводит, естественно, к фреске». Тут очень важно. «По возможностям развертывания содержания произведения в его многомоментности, отвечающем в некоторой мере задачи диалектического показа действительности как процесса, фреска дает больше, нежели станковая картина». Ну, я повторю это, это тоже было на прошлой лекции. В качестве такого позитивного примера того, каким должно быть такое вот монументализированное искусство, приводится вот «Оборона Петрограда» до «Инеки». Я не буду уже тогда воспроизводить то, что по поводу нее писалось, она лаконична. Это проект фрески. Ее можно просто перенести на стену, и вот в этом ее главное достоинство, и многие прогрессивные художники работали в этом духе. Собственно, следующее свойство монументальной живописи или фрески, такие как коллективность производства и потребления, массовость и масштабность, то есть расположение в общественных пространствах, технологичность производства, в отличие от кустарной формы работы над станковой картиной, и что очень важно, большие возможности монументальной росписи для диалектического, многомоментного и историзирующего развертывания действительности как процесса. Эта задача историчного и диалектичного изображения входила в понятие монументальности еще со времен монументальной пропаганды, о котором я говорил. Все эти свойства делали фреску очень важной и заставляли художников на нее ориентироваться. И вот тут мы переходим в этом контексте к тому, на чем мы закончили нашу лекцию, которая называлась «Станковая картинь должна стать монументальной», к тому, как Чуйков, а он принял активное участие в этой дискуссии и выработал свою собственную позицию, отличающуюся от тех, которые я сейчас озвучил, свою собственную теорию фактически, метод скорее, метод делания искусства политическим, ориентируя его на монументальность. В 1928-30-х годах Чуйков оказывается практически в эпицентре противоречия между Ахром и Октябрем. Чуйкова привлекает радикальность Октября, их теоретическая и интеллектуальная деятельность. Он хорошо знаком с текстами Орватова, Новицкого, Третьякова, он принимает участие в выставках, связанных с Октябрем, он пишет во всех своих биографиях, даже в каталогу 1936-го года, когда эта аффилиация уже, можно сказать, была бы проблемной, но он от нее не отказывается, потому что всех этих деятелей Октября их на самом деле репрессировали и расстреливали в конце 30-х. И это уже не был повод для гордости, но Чуйков как бы все равно в своих биографиях указывал. Известна ему была и позиция Октября по живописи, очень хорошо известна, в частности, позиция Мацы. Чуйков участвует в диспуте, организованном Мацой в Комакадемии в 1928 году по вопросу о станковой живописи, очень начитанный в курсе того, что происходит. С другой стороны, Чуйков – живописец. Писать картины – это единственное и дорогое ему художественное умение, изучению которого он посвятил много лет. Таким образом, он стоит перед серьезной дилеммой, как быть живописцем и при этом радикально современным, актуальным художником. То есть те, кто ему близок, живопись отрицают, а сам он от живописи отказаться не может. И эту дилемму он пытается разрешить, выработав собственный метод пролетарской живописи, назовем так, или монументализированной живописи. И впервые свои идеи он, собственно, на этом диспуте в 1928 году озвучивает, а уже обобщает их, представляет в виде манифеста о путях станковой живописи, опубликованном в журнале «Ахар искусства массы» в номере 5 в 1930 году. Вот обложка этого журнала. Манифест Чуйкова написан в духе времени и в русле обозначенной мной выше дискуссии. Его основной тезис – «Станковая картина должна стать монументальной». Это буквально цитата из текста. Но каким образом? Во-первых, так, как предлагает Маца. Он отдает должное этой позиции Октября, ориентируясь на фреску. Вместе с развитием архитектуры, массовым строительством социалистических городов, фреска займет ведущее место в иерархии художественных форм изобразительных. Но это, во-первых, процесс долгий, а во-вторых, при ведущих позициях фрески не обязательно будет отказываться от картины, если ее радикально переосмыслить. Чуйков это переосмысление называет идеологической монументальностью. Станковая картина при этом переосмыслении сохраняет свои станковые свойства и не обязательно должна в формальных решениях ориентироваться на фреску. То есть он не выступает за такой тип изобразительности, который подражает фреске на холсте. Он, в принципе, выступает за то, что картина может остаться картиной, может быть, даже в своих традиционных жанрах, скорее всего, это именно тематическая картина. При этом она будет монументальной. И это переосмысление затрагивает не формальные характеристики, а принципы ее производства и социальной функции, которые она выполняет в социалистическом обществе. То есть если следовать определенным принципам в производстве станковой картины, то ее можно превратить в монументальное произведение искусства. И он очень ясно, четко формулирует, что это за принципы. Первое. Это общественно значимая, историческая, важная, большая тема. То есть художник может обращаться только к большим социально значимым темам. Чайков пишет так. Монументальное, в кавычках, произведение или отдельный образ имеют много своеобразных признаков, из которых основным является большого социального значения тема, широкий социальный охват и диалектическое раскрытие содержания. Но он также указывает, что при этом нужно, конечно, отказываться от психологических деталей. То есть изображение должно быть обобщенным, освобожденным от мелких и случайных психологических деталей, скрывающихся часто в станковом жанре основную идею. Второй пункт – это историзирующее диалектическое рассмотрение темы, о котором, собственно, тоже пишет имат Мацан, для которого фреска дает больше возможностей. То есть разверстывание ее как процесса с рассмотрением трех моментов диалектики, как он пишет, которые можно добиться только в результате прорыва рамы, который осуществляется посредством серийного метода. И это вот как бы главное, собственно, Чуйковское во всей этой теории. То, что он предлагает, это отказаться от одной единичной картины, а начать писать серии. Только так можно вот в этом развертывании, в серийности реализовать это диалектическое рассмотрение действительности. И третий, я не буду уже цитировать Чуйкова, текст этот есть у нас на сайте, он есть в Альманахии, то есть с ним можно познакомиться, он доступен, мы специально его опубликовали, чтобы это наследие было всем доступно, цитировать не буду. И третий пункт, очень важный, это коллективность производства и классовая политическая сознательность художников. Вот тут я все-таки процитирую, потому что, да, художников я не вижу, но очень важно. Традиции парижской богемы конца 19 века для большинства наших художников, не будем закрывать глаза на то, что часто это относится и к пролетарской молодежи, до сих пор остаются окутанными романтической дымкой, одним из ярких проявлений этого чуждого и запоздалого влияния является распространенное до чудовищных размеров среди живописцев презрение к интеллекту. Непомерная влюбленность и слепая вера в свой эмоциональный мир делают их творческий метод построенным на исключительно эмоциональном восприятии. Творчество художника, больше, чем всякое другое творчество, требует наличия богатого и повышенного эмоционального восприятия. Но если одного его достаточно для выражения мимолетного чувственного впечатления от солнечного дня, то совершенно недостаточно для создания произведения, раскрывающего глубокий социальный смысл переживаемой эпохи. Исключительно эмоциональное творчество – метод идейного станковизма, который он клеймит в своем тексте, и принципиальной этюдности. Создание же монументальной картины – дело художника-мыслителя, организатора и активного члена своего класса. Это Семенов Настя Чайков, которого мы, на самом деле, в этом смысле мало знаем. Следующая часть называется «Пролетария всех стран и угнетенные народы мира. Соединяйтесь». Мы подробно рассмотрели деятельность Чайкова как организатора в росте, активного и современного. Теоретика, вот на примере этого текста. Остался вопрос, что из себя представляло ли его живописные работы. Были ли они настолько же современные и актуальные, как и другие его активности этого времени. Несмотря на активную вовлеченность в московскую художественную жизнь, абсолютно он не был вторичным персонажем, активным участником, все живописные работы Чайкова этого периода посвящены Кыргызстану. И это очень важный и показательный момент, который, как я попытаюсь продемонстрировать, имел для него политическое значение. То есть вопрос, в принципе, нетривиальный. Почему человек, который так активно живет в другом городе, в другой среде, пишет исключительно, не просто большинство его работ, а все работы посвящены Кыргызстану. Ну, конечно, что-то сказать, он приезжал на лето сюда, у него здесь была семья и так далее, но это не исчерпывающий ответ. Чайков начинает участвовать в выставках с 1927 года, с выставки искусства народов СССР, на которой он был единственным представителем Кыргызстана. И в 1929 году его работу первую покупает Третьяковская галерея. Вот знаменитую «Мальчик с рыбой», прекрасную, на мой взгляд. Так, если отвлечься от текста, скажешь, что мне это скорее напоминает фотографию. Это такой как бы снэпшот, снимок, сделанный в живописи. Есть такой как бы контакт. Видно, что этот мальчик общается с художником, какая-то между ними связь. Не позирует, но в то же время не отстранен. На второй выставке «Роста», про которую мы уже говорили, он представляет серию картин «Киргизский цикл», из которой было собрание в ауле, из этого цикла, и которое привлекает внимание критика Эфроса, который я тоже цитировал. Вообще Эфрос достаточно сдержанно высказался о живописных достоинствах Чайкова, но заметил, что вот эти картины привлекают внимание. И более того, вот эту работу собрания в ауле воспроизвел в своей рецензии, то есть в журнале «Прожектор» она была опубликована. Это привлекло его внимание. И он дает очень показательную характеристику Чайкову. Трудно идти по киргизской линии и не испытать влияние Павла Кузнецова. Но Чайков нашел свежий и важный вариант. В нем меньше экзотики, взгляда со стороны, декоративизма. Он беднее, проще, пасмурнее, мужественнее. Поэтому он кажется убедительным своей неказистой жизненностью. Это очень важная характеристика. То есть в картинах Чайкова видит неэкзотизирующий, неориентализирующий взгляд на условно-восточный Кыргызстан. То есть отличающийся от сложившейся в дореволюционной России репрезентацией. И чтобы понять немножко, что за этим стояло, за этими словами экзотика и так далее, почему они были важны, необходимо обратиться к контексту национальной политики или тех преобразований, которые проходили после революции. Начнем с того, что в 1922 году радикальной такой ревизии подвергся лозунг из коммунистического манифеста. Коминтерн выпустил его новую редакцию. «Пролетарии всех стран и угнетенные народы мира, соединяйтесь». То есть к пролетариям, к классу добавились угнетенные народы. И вот такой комментарий Ленина в связи с этим, с этого момента. Мы представляем не только мировой угнетенный класс, пролетариат, но и все угнетенные народы мира. И тут просто гиперантимарксистская, но ленинская формулировка. «Мир делится на угнетенные народы и народы-угнетатели». То есть, как мы знаем, мир делится на классы угнетенные и угнетающие, а тут народы. То есть для большевиков происходит серьезное изменение их мировоззрения, вернее, после революции, когда они понимают, что угнетение проходит в Российской империи не только по классовой линии, в первую очередь оно проходит по культурной, этнической составляющей, о том, что это империя, которая погружена в такое серьезное культурное экономическое неравенство, что необходимо обратиться к проблемам огромного количества людей и каким-то образом стать их представителями. И это формирует ленинскую национальную политику. Я не буду останавливаться на ее подробных сейчас характеристиках и так далее. По этому поводу много написано. Замечу лишь следующее, что эта ленинская национальная политика сформулировала политическую репрезентацию бывших угнетенных народов как политическую задачу. То есть она поставила, что не только сейчас должны получить политическую репрезентацию и вообще репрезентацию рабочей, такую же репрезентацию должны получить угнетенные народы. То есть у этих народов должна быть государственность, должны быть представительные органы власти, они должны быть представлены во всех сферах культуры, должны принимать решения и так далее. Таков был, во всяком случае, ее посыл. Но важным был также вопрос, какой должна была стать эта репрезентация. Это тоже очень важно. Она не должна была быть колониальной. То есть колониальная репрезентация тоже имела какое-то место. То вот эта новая, постреволюционная репрезентация должна была быть другой. Она не должна была быть экзотизирующей и не должна была превращать угнетенных в других, как мы сказали бы сейчас. Иными словами, большевистская политика формулировала своеобразную постколониальную чувствительность. Это, конечно, уже мой термин. Постколониальное такого слова не было, но антиколониальное было. То есть политика была антиколониальной, действия были антиколониальными. Но можно их обобщить как некую постколониальную чувствительность. Что я под этим понимаю? А понимание я под этим, собственно, понимание того, что отношения между людьми разных национальностей носили колониальный характер в прошлом. и эта колониальность должна быть преодолена в настоящем. То есть у людей было представление, что раньше отношения были колониальными, теперь они таковыми быть не могут, они должны быть пересмотрены. И эта чувствительность предполагала рефлексию собственных поступков на предмет колониальности и постоянно имела место. Что я тут имею в виду? Вот я приведу пример из переписки киргизских активисток Жен-Аделов 1925 года, который стал нам известен благодаря исследовательству Анары Малдошевой, которая в архивах нашла эту переписку, мы ее опубликуем в следующем альманахе штаба. Вот такая фраза. И это товарищеская переписка. То есть это и профессиональная, и в то же время личная. Будут открыты два красных уголка и две школы в русских поселках. И в скобках. Конечно, не заподозрив нас колонизаторш, делаем все, что возможно. То есть это представление о том, что твои поступки могут продолжать некую колониальную логику, и что они вообще могут быть колониальными, оно было повсеместным, люди это рефлексировали, это было частью публичного дискурса. Художественная и литературная критика в свою очередь также оперировала понятиями экзотизации, экзотический, очень активно для указания на наличие, отсутствие этой постколониальной чувствительности в произведениях искусства или литературы, или для того, чтобы вообще указать на откровенно колониальный характер произведения. Заголовки газет из прессы 30-х годов. Вот рецензия в газете «Права до Востока» на книгу некого писателя Тихонова «Кочевники», написанную по итогам поездки в Узбекистан. Рецензия называется «Очередной экзотический рейд». Это 1931 год. Что пишет рецензиент? «Тихонов одним розчерком пера дает характеристику всем трудящимся Узбекистана, которые наравне с другими народами Советского Союза принимают участие в строительстве социализма. В рецензии осуждается использование экзотизирующих описаний вроде «пестрый и худой, как африканский ворон». Так как он пишет о человеке. Еще цитата. «Отряд повстречался с Тихоновым. Тихонов в кавычках, то есть цитата, в темно-медных лицах ищет русского. Тихонов поражен. Как можно без русского? Как узбеки могут быть без руководства русских, хотя бы даже в пионерском отряде?» То есть, в общем-то, как мы видим, спектр этого дискурса. С одной стороны, писатель едет из Москвы на государственные деньги, в государственном издании печатает свою экзотическую колониальную книжку, в другой государственной газете на государственные деньги пишется разгромная рецензия, которая его обвиняет в том, что называлось «Великорусский шовинизм, империализм и колониализм». Понятно, что наряду с этой чувственностью, которую я писал, как продолжали воспроизводиться старые, также производились новые колониальные штампы. И паттерны, например, широко распространенное представление о дикости, нецивилизованности, кочевого образа жизни в 20-30-е годы в связи с компанией по принуждению к оседлости. Но в то же время вполне артикулированный антиколониальный текст присутствовал в публичной речи. И это для нас в данном случае важно. А репрезентация национальности как политическая задача вполне серьезно воспринималась ведущими художественными группировками. То есть этот текст антиколониальный, обращенный к национальностям, он не был только как бы со стороны государства производился, или там партии, он находил отклик в разных социальных группах. Ну вот, Ахар в своей декларации 1928 года реагирует на эту повестку, считая ее очень важной. «Октябрь, в данном случае Октябрьская революция, создает в культуре национальности многообразный, но единый поток революционного реалистического искусства всех республик и автономных областей СССР, а также в творчестве революционных художников других стран. И мы, ставя свои задачи развития живого взаимодействия искусства освобожденных и освобождающихся народов, стремимся объединить художников революции в единую организацию «Интернахар». «Октябрь», собственно, как свойственно такой более теоретической группировке, вообще выпускает отдельную декларацию национального сектора, в которой очень подробно критикует и в то же время заявляет свои позиции по поводу того, как необходимо заниматься или участвовать в этом проекте эмансипации. Звучит в этой декларации критика этнографического и социально недифференцированного, то есть неклассового, обобщающего подхода к искусству национальности. Также критикуется противопоставление национального искусства, или, как они замечают, русскому искусству, как искусство низшего и искусство высшему. То есть здесь звучит откровенная критика русификации. С одной стороны, они критикуют все остальные группировки, которые вообще игнорируют этот вопрос, а Ахар не игнорируют, в этом смысле они с Ахаром солидарны, но при этом они критикуют Ахар за то, что в своей политике Ахар стремится приобщить художников из других национальностей к русскому искусству и навязывает им метод пассивного отображения национального быта. Критикуется отсутствие классового подхода в интерпретации художественного наследия и в институциональной организации художественных группировок. То есть группировки организуются по республиканскому, национальному принципу, а не по классовому, не по пролетарскому, крестьянскому и так далее в национальных республиках. Это тоже Октябрь критикует. И что же они предлагают взамен? Предлагают классовый подход, то есть пролетарские и крестьянские особенности национальных культур должны подчеркиваться и должны быть ведущими. Во-первых, они должны определиться, а потом стать ведущими. Вместо романтизации старых форм Октябрь будет стремиться к критической дифференциации и созданию новых форм и нового стиля. Это очень важно, то есть не должно было быть закреплены какие-то старые формы, а должны были быть созданы новые формы. Но при этом эти формы должны быть национальными, они не должны быть универсальными. Но тут как бы это всегда открывает очень большую дискуссию о том, как работать с репрезентацией, которая была угнетена. То есть национальные формы не имели репрезентации, были угнетены, и сейчас они должны быть представлены. Но в то же время, если они будут представлены в таком этнографическом спектре, они всегда будут экзотизироваться, а не участвовать в универсальном. То есть вот эти ножницы партикулярного, универсального, они всегда имеют место. И до сих пор, да. Для Чайкова в его живописных... Ну, и еще раз повторю, что Чайков тоже был, безусловно, в курсе всех этих текстов, был близок к Октябрю, к Ахру, то есть свои взгляды на репрезентацию формировал в этом контексте. И для Чайкова в его живописных работах, посвященных исключительно Кыргызстану, важны как сама задача политической репрезентации бывшего угнетенного народа, то есть он пишет только Кыргызстан на кыргызстанские темы, и, соответственно, он ассоциирует себя с этой угнетенной группой и выступает в качестве ее представителя, или ощущает, во всяком случае, себя ее представителем. Но также для него важно, как будет решаться эта задача. И вот эта неказистость, пасмурность, грязноватая серая гамма его картины имеют политическое измерение, да, как ни странно. Это способ уйти от экзотизации и ориентализации типичных для колониальной репрезентации Средней Азии. Важны также и темы, да, и, скажем, такой классовый подход. Чайков пишет «Кыргызский быт», пишет «Юрты», но это всегда бедняцкие юрты». Это очень важно. Его изображением чужда не только экзотизация, но и романтизация традиционного быта, то есть он показывает этот быт никак не романтизированно, как тяжелый, как тяжкий, как тяжкий труд, как очень суровые условия жизни. Ему чужда романтизация, которая обычно ведет к эксценциализации традиционных культурных форм. Ну, что, надо отметить, уже будет характерно для позднего творчества Чайкова, да, например, прикосновение к вечности. Там же мы видим уже совершенно противоположные мотивы, другие краски, другой образ юрты, ну и, понятно, само слово «вечность». То есть вот опять демонстрация твоего историчного подхода. Одно дело, что ты пишешь в один период, можешь писать совершенно противоположные вещи к другой. И вот тут я подготовил, к концу этой части, такую сводную таблицу из анализа деятельности в Росте, текста в искусственном массе и из его картин, что из себя представлял, условно говоря, вот этот метод Чайкова делать искусство политически. Он, скажем так, включал шесть пунктов. Это работа над социальными заданиями, то есть задания от какой-то группы, от какого-то агента, субъекта. Это большого социального значения тема. Это политическая репрезентация угнетенных слэш-классовый подход, то есть однозначная репрезентация. В то же время это диалектическое раскрытие содержания, прорыв рамы, серийный метод. Это коллективность производства, которая была важна для него. И это ориентированность на вовлечение зрителя и критическую дискуссию. Вот, собственно, это тот багаж. Условно говоря, это то представление о том, каким должно быть постреволюционное искусство. С этим представлением Чайков в 1933 году приезжает во Фрунзе. Очень интересно, очень такой как бы незнаковый момент, он уезжает из Москвы, Ленинграда. То есть когда культурная революция идет на нет, начинаются уже реакционные процессы, которые вот в центре, они ощущаются гораздо сильнее. А в Кыргызстане при этом двоякая ситуация. То есть, конечно, все эти процессы ощущаются и здесь, но переживаются они все-таки несколько по-другому. То есть, с одной стороны, в 1933 году, когда он приезжает по обвинениям в троцкизме, снимается с должности председателя Совета народных комиссаров главы правительства Джусуп Абдарахманов, влиятельнейший старый большевик, хотя ему было всего лишь 30 с лишним лет. То есть он только снимается с должности и исключается из партии. Его расстреляют только в 1937 году. То есть пока процесс пошел, но он еще не имеет всех своих жутких проявлений. Но с другой стороны, идет активный процесс государственного строительства. Имеет место некая еще революционная инерция. То есть происходят радикальные перемены, воспринимающиеся населением как культурная революция. То есть идет активное строительство политических и общественных институтов, в том числе профессионального объединения художников, художественных галереи, позднее музеев, в которых Чайков принимает участие. То есть получилось странно. Из одного активного периода такого, который уже пошел на спад в центре, он приезжает во Фрунзе, а тут идет та же самая инерция. Еще есть некое продолжение со всеми оговорками. И вот в 1934 году уже проводится первая республиканская выставка Союза художников, тоже очень масштабная, 200 работ на ней выставлено. И вот именно тогда, по итогам этой выставки, художники получают предложение от правительства тогда еще автономной республики предложение, читаем, социальное задание, подготовить масштабную выставку, посвященную восстанию 2016 года в 1936 году. То есть за два года до самой выставки. И вот мы в 1936 году. 1936 год тоже очень важный, ключевой и серьезный год вообще в советской истории. То есть в этом году принимается Сталинская Конституция, которая в общем-то кладет такой официальный, можно сказать, формальный конец всем тем проектам эмансипации, начало которым положила революция. Советское государство перестает быть классовым, перестает быть государством рабочих и крестьян, становится государством советского народа. То есть объявляется, что социализм построен, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, как мы помним. Классовое противостояние, классовой борьбы в советском обществе больше нет, это единое однородное общество советских людей. То же самое отчасти происходит с проектом эмансипации национальностей. Вот как бы дружная семья народов, русский народ, старший брат, все хорошо, как бы все проблемы решены. И вот этот общий фонд все равно в Кыргызстане, конечно, опять-таки проживается немного по-другому, просто потому что 1936 год очень важный. Да, ну еще это, конечно, год накануне, как, собственно, самых масштабных кровавых репрессий и расстрелов. Но в Кыргызстане 1936 год – это год образования Кыргызской Советско-Социалистической Республики в декабре и год 20-летия восстания 16-го года. Что задает, конечно, искреннюю динамику проживания этого времени, нежели, может быть, в других частях Советского Союза. Среднеазиатское восстание 16-го года в советской историографии. То есть я сейчас не буду как-то углубляться в то, что я себе представлял это восстание, скорее, а то, как о нем говорили и писали, и то достаточно кратко. Но восстание 16-го года носило наиболее ожесточенный, кровавый характер на территориях современных Кыргызстана, Чуйско-Сыкульской области, Казахстана. Восстание, то есть это было среднеазиатским, но именно здесь было наиболее массовым. Восстание было жестоко подавлено, огромное количество людей было вынуждено бежать по горным тропам в Китай, и именно это бегство, унившее, опять-таки, огромное количество жизней, сопряженное с неимоверными лишениями и трудностями, осталось в коллективной памяти под названием «Юркюн». Для кыргызской советской идентичности восстание 16-го года имело ключевое значение. Как главное революционное событие в истории народа. В конструктивистской советской национальной политике важное значение имело переосмысление истории, включение в исторические нарративы революционных событий и героев, которые должны были демонстрировать историческую закономерность и важность Октябрьской революции, своего рода венца революционной истории человечества. Вот, например, тут можно вспомнить популярность имени предводителя восстания римских рабов Спартака в советской популярной культуре и повседневности. То есть Спартак, герой, который советская история делала очень значимым, название спортивного клуба, еще, наверное, что-то называлось «Спартаком», какая-нибудь стиральная машина или еще что-то. То есть революционная история становилась нерефлексируемой частью культуры. Но с восстанием, конечно, все было сложнее. Во-первых, существовала живая память о восстании. Были живы его участники и свидетели. И важно было сделать эту травму, эту память о восстании, конструктивной для создания новой кыргызской советской идентичности. Но, с другой стороны, необходимо было создать объединяющий революционный нарратив. И вот, собственно, такую официальную позицию, как бы, выдержанную, была сформирована в 1931 году, к 15-й годовщине восстания, вот в этих тезисах СредАзбюро ЦК ВКПБ, и которые были напечатаны в газете «Правда Востока». Процитирую, как понималось, собственно, исходя из этих тезисов, которая продолжала, эта интерпретация продолжала еще быть актуальной в 1936 году и в подготовке к этой выставке, это мы увидим. Восстание 1916 года было национально-освободительной войной против господства Средней Азии российского империализма, военно-феодального по преимуществу, создавшего здесь систему самой варварской, беззастенчивой эксплуатации и грабежа, задерживавшей экономическое, культурное и политическое развитие народа в Средней Азии. Восстание было направлено против империалистической борьбы за хлопок, обрекавших хлопкорова на вечную кабалу, нищету и вымирание, против переселенческой политики царизма, изгонявшей киргизское и казахское население в горы и лишавших их всяких средств существования, против произвола и грабежей царских чиновников, против набора местного населения для работ на мировую империалистическую бойню. Собственно, постановление о призыве на тыловые работы стало триггером для восстания. Но вот если вопросы хлопка, это больше касалось, скажем, Ферганской долины, то вот Столыпинская реформа переселения из европейских районов России, из России и Украины, оседлых крестьян, которые вытесняли местное население с их традиционных кочевий, лежало в основе протеста здесь. И еще что важно добавить. Восстание 16-го года подготовило победу Октября в Средней Азии. Мне очень нравится эта картинка. Это книжка Байлы Исаакеева, который смирил Абдрахманова на посту председателя СНК. После выхода этих тезисов он их активно комментировал, выступал, написал эту книгу. И вот на этом рисунок, эта обложка, она буквально это последнее положение иллюстрирует. То есть на первом плане восставшие, на заднем, в общем, верхнем углу, это как бы условная Москва, 17-й год, на которую восставшие как бы указывают. Вот это поверженные, это, видимо, жертвы восстания, это не убитые каратели. Вот, картинка со всей прямотой и наивностью как бы демонстрирует это положение тезисов. Я вот процитирую как раз Амина Абчукобаева, который здесь, который мы просили, который занимается исследованием историографии. Мы публиковали эти тезисы тоже на сайте, прокомментировать. Авторы тезисов дают исчерпывающее описание восстания, как борьбы с самым жестоким, цитата, кровавым характером, в котором, опять цитата, восставшие ставили перед собой задачу изгнать, уничтожить всех колонизаторов, засевших на их землях. В середине 30-х годов такая оценка станет невозможной, и на смену ей придет хорошо известная фабула о совместной борьбе русских рабочих и крестьян и местных декан и скотоводов против царизма и империализма. То есть в 36-м году на выставке все-таки это еще пока именно эта интерпретация. То есть изгнать всех колонизаторов, которыми были все русские. То есть носило восстание откровенный этнический характер. Все русские колонизаторы, всех изгнать. И, в общем-то, эта интерпретация и это понимание о характере восстания было включено в его вот такую официальную историографию еще в 30-е годы. Именно так оно было представлено на выставке, к которой мы переходим. Это вот обложка каталога, тоже из фондов музея. Ну, теперь, собственно, о выставке, реконструкцию, которую отчасти мы увидим. Для масштабов тогдашнего Фрунзе можно сказать, что она носила действительно монументальный, грандиозный характер. 15 художников-профессионалов, четверо из которых были приглашены из Москвы, включая Евгению Малеину, жену Чуйкова и единственную художницу в коллективе. 85 работ, то есть будет выставлено 16, а представлено на выставке было 85 работ. Тематическая организация экспозиции в трех разделах, как уже Сарина Биктерна говорила, колониальное прошлое, восстание и его разгром, социалистическая Киргизия. На этом не ограничивалась выставка, это была ее главная центральная часть. Еще было 80 работ так называемых художников-самодеятельников и студийцев. То есть представьте, это 160 картин, живописи, графики, рисунка, скульптуры. Работа над выставкой длилась два года, но над некоторыми картинами художники работали дольше, то есть начали обращаться к теме восстаний еще до задания, образцов, например, и сам Чуйков тоже. А вторая республиканская выставка в 1935 году фактически была таким смотром, репетицией подготовительной. На ней были представлены этюды, эскизы и проекты картин, которые затем будут выставлены в 1936 году. Также надо отметить, что выставка имела колоссальное общественное внимание. Вот Трумиталиева, исследовательница, которая написала первую книгу по истории советского киргизского искусства, замечает, что только за первый месяц выставку посетили 20 тысяч зрителей. Опять, да, то есть это ни с каким художественным произведением, ни с какой выставкой сегодня не сопоставим. И еще один важный момент, выставка подробно освещалась в местной прессе, в частности, вот в газете «Советская Киргизия» от 5 сентября 1936 года была посвящена целая полоса, целый разворот только этой выставке с различными статьями, о которых подробнее сейчас поговорю. Собственно, здесь есть текст Чуйкова. Ну вот, как Чуйков видел эту выставку, как куратор. Своими тремя разделами выставка убедительно рассказывает о трех этапах истории киргизского народа. О трех моментах, здесь можно прочитать. Тяжелое и бесправное прошлое под сапогом колонизатора, героическая борьба измученного народа против царизма и, наконец, счастливая творческая жизнь киргизского народа сегодня. Все эти темы развертываются перед глазами зрителя с убеждающей правдивостью, наглядностью и выразительностью. Я прошу обратить внимание на организацию выставки в трех тематических разделах. которые соответствуют установке на диалектическое рассмотрение темы. То есть мы видим причины восстания в колониальном характере российского империализма, в российском империализме и в колониальной порядке. Мы видим само это событие и его разгром, который драматично представляется, и мы видим его эффекты, его революционные последствия в социалистическом преобразовании. Это соответствует установке на это диалектическое рассмотрение темы, выявлении причины эффектов исторических событий, декларируемой Чуйковым в 1930 году. Также Чуйков о выставке. По его мнению, она стала плодом напряженной творческой работы коллектива. То есть это был коллективный проект, не просто набор уже существующих индивидуально выполненных художниками работ. Он отмечает, что выставка стала возможной в связи с заданием правительства, то есть это было социальное задание, с заданием отобразить в своем творчестве исторические события 2016 года. И еще, также вот в этом тексте, вернее в каталоге Чуйков пишет следующее, формулирует некий запрос на дискуссию. Это тоже очень важно, потому что уже там в конце 30-х и далее, как бы вот в сталинском социализме дискуссии об искусстве не было, а что дискутировать. То есть уже все как бы понятно, что должно быть, все знают, как надо писать, все пишут. А тут в 1936 году есть еще запрос, он его буквально формулирует, задача выполнена, насколько хорошо или плохо она выполнена, скажет наша широкая советская общественность. Язык уже как бы немного другой, но суть остается, в общем-то, прежней. И это подробное освещение, и то, как она освещалась, собственно, показывает, что этот запрос был выполнен. Выставку действительно обсуждали. И вот что писала пресса. То есть здесь много статей. Здесь есть статья Чуйкова, здесь есть буквально большая рецензия критическая, и здесь есть тексты самих художников, что тоже очень важно. Такие самокритичные. То есть художники обсуждают свои собственные работы и пытаются выявить их недостатки. И как, собственно, это, если познакомиться с прессой, то вот мы поймем, как выставка воспринималась. Ну, отчасти получим такое представление. Ну вот, о теме выставки, о картине Чуйкова идет речь в рецензии. «Российские колонизаторы захватывают плодороднейшие земли, вытесняя исконных хозяев киргизскую бедноту». Видимо, речь идет вот об этой картине, из этого цикла, из колониального прошлого. «Колонизаторы захватывают плодороднейшие земли, вытесняя исконных хозяев киргизскую бедноту», которые вот там караваном уходят в горы. Ну, тут вот мы как раз видим и царскую администрацию, и крестьян, ну и, конечно, местных как бы феодалов, феодалов, манапов, как их тогда характеризовали. В этой же рецензии, и на это автора рецензии вдохновляет картина Чуйкова, российские колонизаторы получают такие эпитеты, такие эпитеты, как империалистические псы. То есть мы, вот, вот еще другие как бы картины из этой серии, которые составляли вот этот первый раздел, «Колониальное прошлое». Вот работа, непонятно, какой-то казак что-то угоняет, или просто бедняцкий аил. Та же как бы гамма, которая была до этого. Она тоже из этой выставки с 1936 года, работа Гапара Айтиева в Батракахубая. О ней еще тоже скажу позже. Далее, о восстании. Вот, собственно, эта картина была центральной, то есть она была очень большая, в центр экспозиции. Вот картина «Восстание», над которой художник Чуйков трудился 4 года. Это рецензия. Вооруженные самодельным оружием в едином порыве, где с гневом сочетается ужас, «Столпа восставших бросается вперед. Ее беспощадно расстреливают из пулемета». Еще одна важная работа Чуйкова. Кстати, вот эти обе работы, тоже надо отметить, они сегодня являются, ну, чаще всего используются в репрезентации, связанной с восстанием. Вот «Бегство повстанцев в Китай». Ее тоже упоминает рецензент, но больше внимания уделяет вот этой работе художника Рынзина «На тропе в Китай», «Ребегство в Китай». И эта работа вызывает самую критическую, самую большую критику во всей этой лицензии. Ее больше всего критикуют. Значит, ее критикуют за своего рода формализм. «Трудно поверить, что в природе существует снег именно такого цвета». То есть рецензент требует больше натурализма. Снег ему тут не нравится. Но не только как бы снег ему не устраивает, она ему не кажется неубедительной. Неубедительный образ здесь увидел рецензент. «Наблюдательный человек, – пишет он, – не поверит, чтобы женщина так сравнительно спокойно созерцала страдающего мужа». Хотя выставка вообще в общем и целом была оценена очень положительно. Звучало много, ну, были и критические замечания. Вот московским художникам этим четверым, которых пригласили, но не Малейный, а трем другим, было вменено или указано на поверхностное знакомство с хиргизскими реалиями. То есть плохо поверхностно они отразили, в общем, гастролеры. И это как бы критика не применула отметить. В то же время очень позитивную оценку получает работа Гопара Айтиева и Сардара Аклбекова. Им посвящена отдельная рецензия, и особенно Аклбеков впечатляет рецензента. И мое подозрение, что эту рецензию написал Чуйков. Не могу. Она не подписана, да. Не могу гарантировать, но мне кажется, что автором был Чуйков. Так пишется о вот этой замечательной, на самом деле, картине. Золотистый колорит, свободная убедительная композиция и чувство реальной действительности. Это не была на выставке, но даже очень хорошо. Она, на самом деле, несмотря на то, что она не была на выставке, она очень туда вписывается. Я о ней тоже скажу. Но кроме вот, собственно, такого рецензирования, очень интересным жанром были тексты самих художников. Видимо, тот, кто мог писать, они писали. Они писали, то есть таким образом инициируют дискуссию. И вот мне очень понравилась такая самокритика художников. Вот Никита Касаткин. Тоже, в общем-то, он проходит как кыргызстанский, но его работа вот в этом наборе, который представлен, нет. Все уничтожили. Все уничтожили. Вот что он пишет о своей работе. Уже несколько лет я знаю отзывы товарищей о моем творчестве как о творчестве этюдном, импрессионистическом, далеком от картины в большом смысле слова. И вот впервые я должен был попробовать себя на большой теме и большой композиции. Я не закрываю глаза на недостатки моей картины. Я знаю, что она далеко не безукоризнена. Но путь больших тематических задач, тематических вещей начат, и я надеюсь его продолжать увереннее и успешнее. Подобная самокритика, на мой взгляд, исключает возможность интерпретировать эти работы как наивные или примитивные. Потому что наивное или примитивное искусство не включает в себя момент рефлексии и саморефлексии. А тут мы ее видим. То есть люди рефлексируют над тем, что они пишут и почему они так пишут. Эти работы могут быть неумелыми, действительно, но не наивными. Тут скорее уместна формулировка Абрама и Фроса, которую я уже приводил, использована им для характеристики молодежи Ахар, но применима не только к ним. Сюжет всегда сильнее умения. То есть приоритет отдавался сюжету, а не умению даже с ним справиться. Неумение, отсутствие навыка не были причинами отказываться от социального задания и серьезных тем. Еще не получив художественного образования, Гапар Айтиев, то есть он только поехал учиться только в 1935 году, то есть будучи еще буквально студийцем, в то же время берется за работу над тематическими картинами, так как это соответствует его политическим убеждениям, и он, собственно, буквально об этом пишет. За несколько лет написал две тематические картины. Батрак Бая, которую мы видели, и 1937 года «Физкультурники на стадионе». «В первую картину я вложил всю свою ненависть бывшего Батрака к Баям, во второй показал счастливых юношей и девушек киргизий». То есть он рефлексирует и показывает, почему он выбирает эти темы, он берется за эти сюжеты. И надо сказать, что этот подход к умению и качеству не был отнюдь наивным, а более того, он был вполне программным и рефлексируемым, в том числе, собственно, Ахрам, например, которые много работали с пролетарскими художниками-самодеятельниками. А Айтиев и Килбеков, так как они учились в студии у Образцова, а это делало их такими еще самодеятельными художниками на тот момент. Но вот в этой выставке они уже начали свой путь к профессионализму, как отмечается. Ну то есть эта характеристика применима к ним, как к художникам-самодеятельникам. И вот так Ахар обсуждал. То есть Ахар очень много. В Ахар входило объединение художников-самодеятельников, ОХС. И вообще идея самодеятельного искусства она очень была важна. И это тоже очень важный революционный императив, который в Кыргызстане еще в 1936 году присутствовал. То есть я говорил о том, что 80 работ это были работы самодеятельных художников и студийцев. Все они были включены в каталог. Их работам была посвящена отдельная статья, как в каталоге, так и в газете. То есть это было очень важно. И вот как интерпретировалась проблема качества, проблема умения в то время. Ахар из журнала «Запролетарское искусство». Хорошее качество не нужно смешивать с тем проворством и ловкостью в работе, которые даются как сумма заученных, заимствованных приемов и образов. Речь идет о качестве и мастерстве, который дает правильный классовый подход, глубокая продуманность темы, поиски соответствующего выражения для нее. Таким качеством может не обладать и очень хлесткий, бойкий рисунок человека, работающего не первый год. В то же время качество это может быть у рабочего или колхозного художника, только начинающего рисовать. Может быть неуклюже, но берущего тему политически правильно, исходя из глубокого классового содержания ее. Мне кажется, что эта характеристика достаточно четко описывает то, что мы видим на этой выставке, увидим сейчас в этих картинах, потому что они действительно неумелые. Критика поздняя, советская, так о них описала, что они неказистые, они неумелые, они неуверенные, художник не владеет композицией, художник не владеет умением располагать объекты в пространстве и так далее. Не умеет, не умеет, ученические, но в то же время, мне кажется, художники не то, чтобы были абсолютно глупы и наивны, не понимали о том, что их работа неумелая. Вопрос в том, что ставили они перед собой совершенно другие приоритеты, решали эти задачи и для критики того времени, для них самих это было вполне очевидно. И вот тут я как бы повторяю тезис, что выставка 1936 года, посвященная восстанию 1916, была главным художественным кураторским проектом Чуйкова 20-30-х годов, в котором он реализовал эстетические и политические установки своего раннего творчества. И хочу вернуться вот к этим шести пунктам и тут наглядно, сводно показать, каким образом они были реализованы в контексте выставки, о которой я говорил. То есть работа над социальными заданиями, а это было буквально задание протагонизации СНК Киргизской ССР, оно было общественным, в том смысле, что эти партийные Исакеев и еще был такой Белоцкий входили в выставком, участвовали в обсуждении картины и так далее вместе с художниками. Большого социального значения тема, да, Среднеазиатское восстание 2016 года, безусловно, является такой большой и значимой темой. Политическая репрезентация угнетенных и классовый подход, то есть на выставке, как мы видели в картинах, интерпретация восстания с позиции восставших, угнетенных российским колониализмом. Диалектическое раскрытие, содержание, прорыв рамы, серийный метод. Тут, как я уже упоминал, три тематических раздела, исследующих причины восстания, само восстание, и его разгром, и его революционные последствия социалистического развития Кыргызстана. То есть буквально как бы разворачивается эта тема. Коллективность производства. Над выставкой работал коллектив художников, практиковались коллективные обсуждения и критики, задания выдавались, то есть это были все комиссии, то есть художники выполняли задания, их обсуждали. Все работали над выставкой как целостным проектом. И последнее, вовлеченные зрители, критическая дискуссия. Выставка имела большой зрительский отклик, 20 тысяч зрителей только за первый месяц, и состоялось критическое обсуждение выставки в прессе, включая самокритику художников. То есть, таким образом, эта выставка реализовала полностью все, как бы, вот эти шесть пунктов. Если мы их, как бы, вычленили из трех разных, как бы, сфер его деятельности, то вот уже здесь, во Фрунзе, он смог реализовать их полностью в одном проекте. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать о чеховика-канселарном художнике. Продолжение следует...